Детское радио представляет И чтоб мирно нам существовать Нужно больше друг о друге знать Нужно больше друг о друге знать Я под снегом рою дом Заметаю след хвостом В мягкой, теплой белой шубке Я гуляю зимним днем Кто ж такой я, наконец? Догадались? Я песец Конечно, этот красивый зверек Дальний родственник собаки, волка и лисы Пожалуй, на лису он похож больше всего Его даже иногда называют полярной лисицей Он такой же пушистый, с великолепным хвостом Только ушки у песца круглые и крошечные Да и окрасом наш гость от лисы отличается Кстати, я не как елка зимой и летом одним цветом Летом шуба у меня темная, серо-коричневая А к зиме я ее меняю Зима-то у нас страшная и лютая Нужно приодеться потеплее Как я это делаю? Постепенно Это вам людям легко Похолодало, пальто скинул, пуховик надел А я начинаю отращивать теплый мех уже летом В августе на короткой коричневой шерстке Появляются более длинные и густые серые полосочки В октябре песец уже весь серый А к декабрю совершенно белый И тепло и на снегу не видно Маскируюсь я Зимний мех песца роскошный И очень ценится Ведь шуба из него отлично греет в лютый мороз И выглядит очень красиво О, сколько бед мне принесла моя шуба Люди охотятся на меня из-за нее Так что я держусь от них подальше Песец живет на крайнем севере В глухой тундре Чтобы надежно спрятаться и согреться зимой Он роет норы в песчаных сопках Попробуйте-ка что-нибудь вырыть в промерзшей земле Подходящих мест мало И уж если найдется такое Мы песцы его бережем Живем в одном доме поколениями И передаем жилище от отца к сыну Мне вот повезло Норка досталась от дедушки А то пришлось бы самому обламывать когти о мерзлую землю Ну, конечно, я наше семейное жилище расширил Водовочку вырыл Гостиную оборудовал Песцовая нора – очень сложный лабиринт Со множеством входов и выходов Это нужно для безопасности Если у одного входа появится враг Можно сбежать через другой И спрятаться у соседей Песцы не любят одиночество Обычно рядом селится несколько семей И образуется под землей целый город Зимой я иногда рою нору прямо в сугробе И тепло, и безопасно Снаружи вьюга – пурга А в моем снежном доме – уют Щенки у песцов появляются в мае Маленькие, слепые, беззащитные пушистые комочки У каждой мамы их бывает семь, десять и даже двенадцать Глухим лаем родители предупреждают малышей об опасности Послушные дети прячутся и сидят в норе Тихо-тихо Пока не услышат сигнал Порядок, опасность миновала О потомстве заботятся оба родителя И самка, и самец У папы много обязанностей И еще как! Это я малышей кормлю, пою, вожусь с ними Знаете, какие они у меня шалуны? Я им игрушки приношу Сухие кости Сброшенные оленьи рога И даже настоящие мячики Откуда же вы их, уважаемый песец, берете? Стыдно признаться Ворую Ну, ребят в ближайших селениях Ну, вы на меня не обижайтесь, дети Чего не сделаешь для малышей? Родители песцы кормят свое потомство той же едой, которой питаются сами Леммингами, куропатками, мелкими грызунами, моллюсками, крабами и морскими ежами Иногда ему перепадают остатки со стола белых медведей, мяса тюленей К зиме песец становится пухлым, упитанным Может, я и толстоват Зато, когда будет холодно и голодно, мне не придется сосать лапу, как медведю Ведь зимой добывать пищу очень трудно Поэтому песец расходует припасенный на боках жирок А еще залезает в свои запасы, которые он сделал заранее Тут-то холодный климат ему и помогает Еда, в основном тушки грызунов, хранится в мерзлой земле, как в морозильной камере Но все эти ухищрения не спасают песца от голода И поэтому зимой он часто отправляется на юг Кстати, и сейчас у меня одно домашнее дельце Так что простите, спешу к своим Рад был с вами познакомиться Соседи по планете